КОРНЕЙ Привет. С вами Корней. Сегодня я хочу поставить эксперимент по созданию замкнутой экосистемы. Я хочу посадить растения в герметично закрытом сосуде. И посмотреть, как они будут расти. Эта идея у меня появилась после одной телепередачи. Там показывали жители Германии. Который в герметично закрытой бутылке выращивал традискансу. Это была большая бутылка. Литров 30. Может быть даже 50. И в течении многих лет она находилась абсолютно герметично закрытой. И заполнила весь этот сосуд. Мне показалось это любопытным. И я захотел это повторить. Но мне почему-то не нравится традисканса. Я не очень люблю это растение. Мне больше нравятся небольшие деревца. Я решил посадить фикус бенджамина. Это небольшое симпатичное деревце. Я отрезал небольшую веточку. Некоторое время держу её в воде. И появились небольшие корешки. Вы их вряд ли увидите. Но мне кажется, что для посадки это уже годится. Что он приживётся. Здесь у меня мох. Я привёз его из леса. Но пока я ожидал, что у фикуса бенджамина появятся какие-то корешки. Мох уже начал желтеть. Но я думаю, что ничего страшного. Он должен прижиться. Всё будет нормально. И кроме того, я хочу ещё посадить в эту же банку мимозу стыдливую. Это её семена. Мне очень нравится этот цветок. Потому что, когда касаешься его листьев, они достаточно резко закрываются. То есть, это растение ведёт себя подобно животному. Поэтому оно мне кажется забавным и интересным. Я подумал, что в такой замкнутой экосистеме, в которой будут существовать одни растения. Конечно же, будет дисбаланс в атмосфере. Потому что у растений своеобразный газообмен. С одной стороны, они дышат так же, как и мы. То есть, растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Но это не основная часть их газообмена. Дело в том, что на свету, когда происходит фотосинтез, добавляется совершенно иной газообмен. Когда растения, наоборот, поглощают углекислый газ и выделяют кислород. И в этом направлении, газообмен идёт намного интенсивнее. В результате, конечно же, в замкнутом пространстве, произойдёт следующее. Что там будет избыток кислорода и недостаток углекислого газа. Что, мне кажется, для растений, конечно, будет неблагоприятно. Я решил внести особую коррективу в эту замкнутую среду. Добавив туда грибницу. Для этого я использую самый обычный шампиньон. Я отрежу кусочек его шляпки. В ту часть, где находятся споры. И помещу в землю. Я, конечно, не надеюсь на то, что тут вырастут грибы. Это маловероятно. Но дело в том, что основная часть гриба, это не его плодовое тело. Что мы можем наблюдать. Что мы собираем в лесу. Основная часть гриба находится под землёй. В виде грибницы мы её не видим. Но это, конечно же, есть основная часть гриба. И вот эта грибница, находясь в земле, будет дышать. А грибы дышат подобно нам. Они поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Таким образом, грибы будут дополнять растения. И газовая среда в банке должна быть более-менее нормальной. Конечно, я не знаю до какой степени. Но всё-таки это будет лучше, чем без грибов. Ну что ж, приступим. Сначала я положу кусочек гриба на дно банки. Споры находятся в шляпке гриба. В той части, где находятся пластинки. Поэтому нам нужно совсем немного. Вот столько будет достаточно. Теперь мы насыпем сюда землю. Мы постараемся, чтобы гриб наш был более-менее в центре. Это не так важно. Так. Добавляем земли. Мне сказали, что это хорошая земля. Из башкирии. Я думаю, что меня не обманут. Так. Так. В центр я, пожалуй, посажу наш фикус. Бенджамина. Так. Ну. В нескольких лунках. Я сделаю, пожалуй, три лунки. Я посажу семена мимозы. По нескольку семян в каждую лунку. Потому что схожесть у семян мимозы не очень хорошая. Поэтому все они, конечно, не прорастут. Так. Так. У нас третья лунка. Вот она. Основная часть попала куда надо. Конечно, кое-что имеем. Но я думаю, не страшно. Так. Немножко надо уплотнить землю. И мох. Не знаю, насколько он приживётся. Но хотелось бы. Так. Так. Хочу посадить его по углам. Вот как он разрастётся. Посмотрим. Ну вот всё более-менее готово. Только немного уплотню землю. Потому что когда я её насыпал, всё-таки она оказалась... Я считаю, что слишком рыхлой. Ну что ж... Вот, пожалуй, и всё. Теперь мы закрываем этот сосуд герметично. И посмотрим, будут ли растения в нём развиваться. Все ли они приживутся. И этот эксперимент, конечно же, будет долгим. Я считаю, что время от времени вам стоит показывать, что же там происходит. Я уже совсем хотел выложить видео в интернет. Но на улице я нашёл дождевого червя. И решил, что он идеально впишется в эту экосистему. Он тоже будет поглощать кислород. И выделять углекислый газ. И окажется там полезным. Ну а кроме того, с дождевым червём можно провести дополнительный интересный эксперимент. Дело в том, что если дождевого червя разрезать на две части, то каждая его часть восполняет недостающие части. И из одного червя получается два. За этим можно будет понаблюдать. Я решил назвать червяка Джо Джим. Потому что в детстве я прочитал книгу американского писателя. Где был такой персонаж, двухголовый человек, мутант Джо Джим. Ну а когда червя будет разделён, то одна часть будет называться Джо, а другая Джим. Ну и кроме того, ведь нам надо будет как-то их различать. Я решил делить червя не пополам. Одна часть будет побольше, другая покороче. И поскольку в слове Джим больше букв, то Джим у нас и будет длиннее. Ну я тут вот наблюдал пока, говорил с вами. Я так понимаю, что активная часть червя это голова, а пассивная его часть это противоположная часть тела. Так. Ну что ж. Ну что ж. Итак, это голова, это у нас будет Джо. Джо поменьше, а Джим соответственно побольше. Так. Опа. О, Джо куда-то побежал. Так. Скользкий. Опа. Джо. И Джим. Джим у нас более спокойный. Давай, Джим. Ну вот. Я надеюсь, что... Не надеюсь, я уверен теперь, что больше я в эту экосистему вмешиваться не буду. И теперь она у нас будет развиваться по своим собственным законам. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.